Друзья, всем привет! Сегодня я к вам возвращаюсь с видеороликом, который будет касаться свежего обновления HyperOS. Что интересного, что нового добавили или же наоборот, вы узнаете в этом видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как вы могли заметить, на канале не было давненько обзоров на свежие обновления HyperOS. Тому есть одна причина, потому что банально разработчики их не хотят выпускать. Ну или же они просто поменяли политику обновления своих аппаратов, ну и планшетов соответственно. Сегодняшним нашим таким гостем программы выступает Xiaomi Pad 6 со свежим обновлением 1.0.6.0. И да, сразу же я предвижу комментарии, что моя прошивка 1.0.9.0 или 1.0.17.0 будет свежее и новее, нежели твоя из видеоролика. Но я хочу в который раз сделать акцент на следующем. Что если вы зайдете в список изменений прошивки и увидите обновление системы безопасности, допустим от мая 2024 года, то знайте, что эта прошивка является у вас самой актуальной. И если условно ваша 1.0.9.0 или 1.0.17.0 будет с патчем от марта или от апреля, это не означает, что по цифрам она новее. Это было такое небольшое лирическое отступление. Ну и что же в целом у нас по HyperOS. Я хочу отметить следующее, что разработчики на сегодняшнем моменте сконцентрированы над улучшением и оптимизацией системы. Есть проблемы в плане автономности. Да, я как бы об этом скрывать не буду и как бы дополнительно ничего в данном вопросе. Я вам не буду говорить чего-то позитивного. Да, разряжается устройство. Что там Xiaomi 14, который у меня есть, что там Xiaomi Pad 6, ну и так далее. То есть данная проблема наблюдается. Надеюсь, что в этом месяце звезды сойдутся и я наконец выпущу полное видео по оптимизации HyperOS. Если также вас будет интересовать вопрос, который касается хранилища и что там вообще в принципе по прошивке, то на Xiaomi Pad 6 ничего в данном вопросе не поменялось. Как занимало 8.53 гига, так и занимает. Из неприятного в этом обновлении, да и в принципе, и как бы я не берусь утверждать, что это на многих аппаратах там Xiaomi, но вот допустим на примере Xiaomi Pad 6. Есть такой прекрасный режим под названием взаимосвязанность. И да, тут наблюдаются определенного рода проблемы, что я не могу подключиться к Xiaomi 14. И тут как бы ты сидишь и думаешь, где же именно кроется сама проблема. Либо же вот в этом чуде техники, либо же в Xiaomi 14. Но сам факт в том, что режим этот полноценно не работает. И я по нему также хотел сделать отдельный видеоролик, но увы, видимо, пока что это не судьба. Из следующего, что также еще можно по обновлению отметить, это небольшие правки и улучшения. Ну вот в частности, многие также в комментариях и в чате у нас задают вопросы, как же нам вывести больше значков вот здесь вверху. И да, у нас эта опция находится в разделе уведомления и строка состояния. И оно называется количество отображаемых значков уведомлений. И тут вы можете выбрать один значок или же три значка. Также для тех, кто любит Xiaomi Smart Hub, напоминаю, что он в данной прошивке уже начинает потихоньку появляться. Но не на всех устройствах, конечно же, это будет проявляться. Но вот на примере Xiaomi Pad 6 оно работает исправно. Вы нажимаете вот сюда и вы получаете быстрый доступ к своему умному дому. Конечно, хотелось бы тут еще увидеть HyperMind, который вот я показывал относительно недавно на примере Xiaomi 14. Но, скорее всего, из-за своего процессора Xiaomi Pad 6 не сможет на это рассчитывать. Что же касается оптимизации, быстродействия и тому подобного. Ну, я не могу отметить, что какие-то проблемы наблюдаются. Там какие-то фрезы, подвисания, потупливания, ну и тому подобное. То есть, в данном вопросе все, в принципе, плюс-минус адекватно. И снова же таки делаю такую маленькую ремарку, что если мы берем во внимание там Redmi 13C, если мы там берем еще какой-нибудь смартфон более бюджетного сегмента, там подобные проблемы могут наблюдаться. И потому я говорю, что нет проблем именно на примере этого устройства в целом. Также, если вы пропустили одну такую интересную фишку, которую можно найти в данной лице и защита устройства. Она находится в разделе конфиденциальность. И это разрешить закреплять приложение. И то есть, как оно у нас с вами будет работать. Мы с вами выходим в недавнее, нажимаем на наше приложение и вот тут у нас такая огромная кнопка появляется, как закрепить. И дальше, для того, чтобы нам отсюда выйти, необходимо выполнить, ну, такой некий обряд действий, для того, чтобы как раз выйти из этого приложения. Потому, как вы видите, после этого закрепления просто так из данного приложения не выйти. Если вас еще дополнительно интересует вопрос расширенных настроек, то тут, к сожалению, у этого устройства ничего нового не добавляется. Также, как и не появляется у нас возможность, которая у нас касалась истории под названием «Ухо для Ютуба». Специально эту опцию вырезали, потому как Google запросил все это добро сделать и, увы и ах, мы сейчас этим пользоваться не сможем. Также, кому интересно, продемонстрирую вам результаты бенчмарка в GitBench 6. И, скажем так, меня эти цифры, ну, немножечко удивили. Потому, что, если раньше я мог бы вам сказать, что это находится там в каких-нибудь границах погрешностей статистических и тому подобного, то на сегодня я могу сказать, что действительно обновлением, ну, немножечко так устройство решили затормозить. С чем это связано и почему это было сделано, непонятно. Но, как бы, результат тот, который у нас есть на сегодня. Еще хотелось бы немного остановиться на таком режиме, который находится у нас в разделе «Камера». Это режим «Режиссер». О нем также было, ну, не совсем много указано на Ютубе, но хочу отметить следующее. Что, наконец-то, оно стало адекватно работать. То есть, мы можем к нашему планшету подключить, ну, скажем так, телефон, и он будет в формате монитора. Ну, или же, наоборот, использовать, допустим, именно планшет как монитор, и при этом, соединившись со смартфоном, его использовать как основную камеру. То есть, некий такой режим режиссера, ну, в принципе, как оно у нас и заявлено в самой системе. Ну, и что же теперь можно подвести в итоге? Разработчики сейчас сконцентрированы, конечно же, над улучшением и оптимизацией HyperOS. Ну, и они думают сейчас о второй генерации именно этой оболочки. На канале я уже рассказывал, что можно ожидать от HyperOS 2.0, потому кому будет интересно, переходите по ссылкам из описания под этим видеороликом и смотрите. И также будьте в курсе того, что будет происходить с компанией Xiaomi и оболочкой HyperOS. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.